Добро пожаловать на программу Медовый торт Отличная английская кухня Если вы моего возраста, то наверняка помните цыпленка в корзинке, которую вы подавали на ланч по субботам в каждом пабе в 70-х. Я не собираюсь возрождать к жизни традиции 70-х, но сегодня я приготовлю жареного цыпленка с запеченным картофелем. К этому блюду я обязательно добавлю домашний майонез. Ключевым ингредиентом для майонеза является растительное масло. Раньше его делали с дешевым растительным маслом, а сейчас повсеместно используют оливковое. Но мне кажется, это несправедливо по отношению к другим масличным культурам. Вот я и решил найти лучшую замену. Мы на поле рапса, масло из которого прекрасный заменитель оливкового. Сэм Фесс и его семья из Сафина выращивают рапс и жмут из него масло уже 35 лет. Сэм, каждому британцу знакомы эти ярко-желтые квадраты полей, но мало кто знает, что на них растет. Просветите нас, будьте любезны. Это рапс, и он дает маленькие черные семена, похожие на горчичные или зерна перца. Его выращивают в стране уже лет 40, в основном для производства масла. Сажаем мы его в конце августа, начале сентября, а урожай собираем в конце июля. Его верхние ростки похожи на брокколи, поэтому я на 90% уверен, что и листья должны быть вкусными. Они и внешне похожи на капусту, и цвет у них такой голубоватый. Да, они все принадлежат к одному семейству, хотя я часто их не ел. Значит, пробовали? Да, и они съедобные. Не могу сказать, что они мне нравятся, хотя, может быть, я неправильно их готовил. Я выращиваю рапс, но не умею его готовить. Я не смог устоять перед соблазном приготовить рапсовые листья и собрал немного на будущее. А тем временем Сэм проверял, как идет отжим масла. Масло производится путем холодного отжима, благодаря чему сохраняются все полезные вещества, такие как омега-3 и витамин Е. А жмых идет на корм скоту. На кухне скота, я надеюсь, приготовить нечто более вкусное, хотя Сэм говорит, что не ест зелень рапса, у него есть рецепт отличного гумуса. Итак, берем ксоваренный нут и насыпаем в стакан. Заливаем большим количеством рапсового масла холодного отжима. Чем больше масла, тем лучше вкус. Рапсовое масло убирает горьковатый привкус нута. Итак, мы дробим нут. Попробуем. Удобная штука, да? Да, очень. Теперь взобьем. И больше ничего, всегда два компонента, масло и нут. Если посмотреть на свет, получается отличный желтый гумус. Еще капля рапсового масла, щепотка соли и капля лимона. И настал момент истины. Давайте сначала попробуем масло. Вы правы, сейчас нальем. Прямо как в модном пабе. Так можно говорить. Признаю, виноват. Вкус прямо ударяет, да? Да, оно не такое горькое, как оливковое масло, но есть тот же привкус зелени и легкий ореховый вкус. Орехово-сливочный. Да, сливочный ореховый. Чувствуете горчичный привкус? Такое масло отлично подойдет для винегрета. А теперь отведаем гумус. Насыщенный вкус. Шикарная вещь. Нежная консистенция. Да. И, наконец, мы попробуем отварные листья рапса. Как вкусно. Похоже на очень нежный брокколи. Похоже, скоро эта зелень будет не менее популярна. И нет насыщенных жиров. Попробовав рапсовое масло, к другому возвращаться не хочу. Теперь я официально рапсовый фанат. Приготовление майонеза начинаем с основы. Это яичные желтки. Нам понадобится три желтка, немного горчицы и полкрышечки белого виноградного уксуса для остроты. А теперь небольшая научная справка. Эти желтки, помимо большого количества витаминов и отменного вкуса, содержат в себе жиры. Так вот, эти жиры из белка мы эмулигируем в растительные жиры. Как видите, я вливаю растительное масло тонкой непрерывной стройкой. Эмулигирование происходит тогда, когда масса начинает густеть. Это похоже на игру на ударных. Одной рукой я вливаю масло, а другой взбиваю желтки. Я люблю густой майонез, чтобы напоминал желе. Ну вот, почти готово. Свет потрясающий. Совсем не похож на ту белую и безжизненную массу, что мы покупаем в магазинах. Отчасти это благодаря маслу. Но и яйца не менее важный ингредиент. Эти яйца были снесены первоклассными и очень счастливыми курицами. Пожалуй, одни из лучших куриных яиц, что мне удавалось найти, я купил на ферме Холл в Кенте. Владельцы фермы Дебра и Клайв Овентоне уже много лет поставляют специализированную сельхозпродукцию. Однако недавнее расширение на рынок куриного яйца заслуга не их, а их детей. Их предприятие «Куриная элита» поставляет яйца от 250 необычных несушек разных порог. Директора предприятия – 14-летняя Зоуи, 10-летняя Софи и 8-летний Райан. Они выдали мне секрет своего успеха. Мы начали с 8 кур, а потом решили расшириться. И мы купили еще яиц. Яйца мы купили через интернет-аукцион, а потом инкубировали их. У всех кур есть имена? Нет, не у всех. Коричневых мы совсем не различаем. Тех, что имеют необычный окрас, мы назвали. Или тех, что вели себя непослушно. Да, все непослушные получили имена. Это Эмили. Эмили, да. У нее есть сестра Флоя. А это Злотовласка. Злотовласка. Это Эмма. Одна из первых наших кур. Привет. Она совсем не боится. Хотите собрать с нами яйца? С удовольствием, только научите, как. Это темные. Их снесла водяная курица. Они несут темные яйца. Когда они сносят яйца, то начинают шуметь. Обычно они квохчут. По этому звуку мы обычно узнаем, что пора идти собирать яйца. Они нам сами говорят. Они сами говорят. Да. Это конвейер? Да. Я начинаю. Софи кладет яйца в коробки, Райан складывает коробки в ящик, а вы будете подписывать коробки. Хорошо получилось. Очень. Сразу видно, их подписал знаменитый повар. Это самые приятные слова, которые я слышал в последнее время. После того, как яйца рассортированы и подписаны, дети садятся в ферменный автомобиль и развозят свой товар по домам постоянных покупателей. Привет, милая. Здравствуйте. Спасибо. Привет, Софи. Как дела? Дети уже поставляют свою продукцию в точку сбыта. В данном случае в местный паб. Они также начали отсылать яйцо на рынок в Лондоне. Кто знает, возможно, через пару лет они откроют сеть магазинов. Именно эти яйца я использовал для приготовления майонеза. С ними он приобрел восхитительный золотистый цвет. Не бойтесь, это не одна из чудесных элитных кур. Это цыпленок, который родом с фермы в Саттоне, где кур выращивают на свободном выгуле. Мне кажется, стоит знать как можно больше о том мясе, которое вы собираетесь есть. Мог ли этот цыпленок свободно бегать по двору, питался ли он подножным кормом, вместо того, чтобы сидеть в клетке и питаться комбикормом. От этого зависит вкус мяса. Я приправлю цыпленка растительным маслом, затем немного соли и перца и ставим в духовку, прогретую до 200 градусов на час. Благодаря приправам и быстрому запеканию при более высокой температуре цыпленок будет с хрустящей золотистой корочкой. Это просто изумительно. После короткой паузы я отправлюсь в Молдун, где буду выпаривать соль, а также в Хартфордшир за медом. Отличная английская кухня. В этом выпуске программы «Отличная английская кухня» я уже приготовил восхитительный майонез на рапсовом масле, который, как нельзя кстати, подойдет к жареному цыпленку. Скоро я буду готовить нежный апельсиново-медовый торт, но сначала состряпаю немного жареного картофеля, и он будет такой же необычный, как куры, что снесли яйца для майонеза. Промоем картофель. Нарежем ломтиками и промокнем бумажным полотенцем, чтобы удалить влагу. Затем мелко нарезаем 3 зубчика чеснока, смешиваем его с щедрой порцией свежего розмарина и щепоткой соли. Пока на плите плавится утиный жир, я выстилаю противень пергаментной бумагой для выпечки. Не промасленной бумагой, которая, скорее всего, пригорит. Кому-то это может показаться слишком сложным, но я хочу, чтобы картошка сразу сцепалась противня в мои руки, в мои любящие объятия. Жир растопился, я могу полить им картофель. Помните, что лучше повременить минутку, чем сжечь себе пальцы горячим жиром. Теперь у меня есть восхитительный смазанный жиром и приправленный травами картофель, который можно выложить ровным слоем на противень. Не стоит укладывать картошку слишком плотно, чтобы она равномерно прожарилась. Розмарин и чеснок можно не жалеть, посыпьте картофель щедро. Ставим противень с картофелем в духовку вместе с цыпленком в последние 45 минут или полчаса. Соль – один из самых важных ингредиентов любого повара. Однако мало кто знает, что в Великобритании уже давно существуют традиции добычи соли. Одно из классических производств сохранилось в Молдене, на солончаках Эссекса. Принадлежит оно Клаеву Олсену, семья которого уже три поколения занимается добычей соли. Вот здесь все и начинается. Вдоль линии берега есть сотни бухточек и тысячи гектаров солончаков. Во время прилива все эти земли затопляются, днем солнце и ветер выпаривают воду, повышая концентрацию в ней соли. Затем во время прилива вода вновь заполняет эти земли и уносит концентрированную воду в реки. Получается, одна из самых соленых рек в стране. В странах с жарким климатом морская соль выпаривается при естественном нагреве воды с солнцем. Но в Великобритании вместо солнца приходится трудиться нам. Стивен Сен-Глаева показал мне, как работает их предприятие. Интерьер и атмосфера тут больше похожи на римские бани. Забавно, что вы об этом упомянули, потому что наши предки добывали здесь соль с римских времен. Молденская соль имеет свой неповторимый вкус. Это как-то связано с составом воды или методом выпаривания? Да, состав воды здесь очень важен. А метод, который мы используем, проверен веками. Это открытое выпаривание. Ну и, конечно, старый семейный секрет. О да, как же без него. Я же могу рассказать, что соленую воду наливают в эти емкости и выпаривают в течение 20 часов. Соль кристаллизуется и ее собирают скребком. Отличная зарядка. Знаю, это звучит глупо, но вода до сих пор соленая. Да, она очень-очень соленая. А можно попробовать? Да. Очень соленая, да. Как видите, на данном этапе соль еще сырая, и ей требуется дальнейшая сушка, в этой огромной сушильной машине соль обдывает горячим воздухом. Это предприятие выпускает около двух тонн соли в день, применяя очень простой и эффективный процесс. Готовую соль упаковывают и отправляют в магазины, откуда она попадает на лучшие кухни страны. Этой же солью я приправил картошку, которую запек в духовке. На десерт у нас сегодня апельсиново-медовый торт. Апельсин и мед связаны с самой природой. Наверняка вы видели в продаже померанцевый мед, он добываемый с апельсинового цвета. Этот торт – двойной десерт, ведь он очень сытный и насыщенный питательными веществами. Начинаем с измельчения миндаля. Я использую испанский миндаль. Нужно измельчить его настолько, чтобы он хорошо лег в прослойку, которой я буду промазывать торт. Обожаю готовить торты на этих миксерах для теста. Они очень удобные. С помощью этой насадки я могу легко взбить масло и сахар, что я и сделаю сейчас. Если смогу ее закрепить, кидаем сливочное масло, тут его примерно 250 граммов, и примерно 100 граммов нерафинированного коричневого сахара. А обогатит эту смесь мед. Добавляем несколько десертных ложек. В смесь идут три яйца. Добавляем их по одному, чтобы смесь не свернулась. Снимаем чашку с миксера и всыпаем туда 100 граммов муки и чайную ложку пекарского порошка. Затем добавляем измельченный миндаль. В конце для вкуса добавляем немного апельсиновой цедры. Теперь бисквитное тесто готово для выпечки. Ставим тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут. Теперь у нас полно времени, чтобы приготовить прослойку и смесь для украшения торта. Это ведь самое интересное. На протяжении многих тысяч лет, еще до открытия сахара, человек использовал мед в качестве единственного доступного подсластителя. Мед до сих пор остается одним из самых любимых моих продуктов. Я приехал в Хартфордшир, встретиться с Эн Вингей, которая держит пасеку и является профессиональным пчеловодом. Но прежде чем рассказать вам о бульях, я должен хорошенько защититься от пчел. Без этого никак. Правда, есть пчеловоды, которые не используют защитную одежду и маски, но они, наверное, толстокожие. Или пчелы у них добрые. Чувствую себя судмедэкспертом. Да. Для обеспечения должной работы пасеки, Энн регулярно проверяет здоровье своих подопечных и состояние ульев. Ну, а у меня есть отличная возможность посмотреть, что находится внутри. Сейчас поднимем крышку и посмотрим. Вот две рабочие пчелы выползают из сот. Сейчас отодвину остальных пчел, чтобы было видно. Вот и вот, да. А это трутень. Как видите, он намного крупнее рабочих пчел. Его задача – продолжение рода. Какие они красивые. Да, очень. Потрясающая краска. Они куда ярче, чем я их помнил. А это пчелиная матка. Смотри, мы ее нашли. Да, вижу. Она помечена желтым пятном, чтобы пчеловоду было проще ее отыскать. Она ищет пустые соты, чтобы заполнить их личинками. Мадам, не улетайте. Давайте пройдем к другому улью. Вот. Вот то, зачем я сюда приехал. Чувствуете аромат? Аромат воска и меда. О, да. Он потрясающий. Смотрите, соты полны сверкающего нектара или меда. Пчелы погрузили туда головы. Нектар цветов собирается пчелами в соты. При помощи специальных энзимов рабочие пчелы перерабатывают его в мед. Чтобы рабочие пчелы не опьянели от ферментированного нектара, соты запечатывают воском. Пчелы не отдадут свой мед без боя, но их можно убрать с пути с помощью этого нехитрого, но гениального приспособления. Эта ловушка пропускает пчел в самые глубокие ярусы улья, не давая выбраться наружу. Через 24 часа верхняя часть улья опустеет, и энз сможет забрать соты с медом на кухню. Сначала срезаются восковые крышечки, затем соты вставляются в центрифугу. За пять минут вращения на высокой скорости весь мед оказывается на дне барабана. Затем он пропускается через фильтр, убирающий весь мусор. Энн заготавливает не только чистый мед, но и мед с добавлением воска. И я не мог удержаться и не попробовать его. Я был потрясен. Правда, отличный вкус? Мне нравится то, что в нем ощущается вкус солнца. Словно это мед, пропитанный солнечным теплом, понимаете? Теплый, только что слуга. Да, я считаю, что мед намного ароматнее, если его подогреть. За время съемок нашего оператора пчелу укусили шесть раз. Я едва сдерживаю смех, рассказывая об этом, потому что меня не укусила ни одна пчела. Мой торт я украшу апельсинами в карамели. Для этого добавим в кастрюлю немного воды. В нее же кладем две столовые ложки нерафинированного коричневого сахара. Плавим сахар до состояния карамели. Добавляем в него апельсиновые дольки. Хорошенько перемешивая апельсины с сахаром, апельсиновый сок разбавит карамельную массу до состояния густого сиропа. Все это мы выльем на верхний порш торта. Смесь пропитает собой весь бисквит. И теперь мы беремся за прослойку. В этой кастрюле у меня 300 граммов сливочного сыра. В него я выжимаю сок половинки апельсина. И как приятно это делать. И, конечно, мы не забываем добавить немного меда. Вот он. Взбиваем 250 миллилитров жирных сливок. Я всегда предпочитаю делать это вручную, так как это позволяет лучше контролировать процесс. С миксером всегда можно упустить момент и оказаться с комочком масла. Добавляем взбитые сливки в нашу смесь. Теперь мы добились достаточно жидкой консистенции, чтобы намазать прослойку на корж. Это середина коржа. На нее мы и намажем прослойку. Это хорошо делать, пока соус еще теплый. И видите, как карамелизованный апельсиновый соус пропитал верхнюю часть медово-миндального коржа. Но прежде чем мы возьмемся за ложку, давайте посмотрим, что я сегодня приготовил. Жареный цыпленок получился отменный. Благодаря простой приправе он покрылся хрустящей золотистой корочкой. Сдобрить его можно домашним майонезом на рапсовом масле. Ну, а какая получилась картошка? Я запек ее в духовке с чесноком, розмарином и морской солью. Ну, а желающих разделить со мной эту трапезу долго искать не пришлось. Ими стали руководители фирмы «Элитные куры» Райан, Софи и Зоуи. Спасибо. А также их родители Дебра и Клайв. То, что вы продаете яйца, не мешает вам есть кур? Это мое любимое мясо. Твоё любимое? Да. Как вы считаете, я достойно употребил яйца ваших элитных кур? Майонез совсем не такой же, как из магазина. Да, и на вид приятный. Очень. О, смотрите. Как тебе такая порция? Немного? Райан, тебе достаточно? Да, Райан. Как тебе апельсины? Я их еще не пробовал. Я их пробовал. Ты не любишь апельсины? Я их пробовал. Я их пробовал. Я их пробовал. Субтитры создавал DimaTorzok